Привет, меня зовут Антон, а вы на канале обучающей платформы разработки PurpleSchool. И сегодня мы с вами посмотрим на обновление популярной сборки для Neovim NVChat, обновление 2.5, которое полностью меняет структуру конфигурации, но делает ее более удобной. Соберем с нуля нашу сборку для того, чтобы писать backend на Golan, потому что у меня вышел вчера свежий курс по Golan, и, соответственно, frontend на TypeScript и JavaScript. Итак, начнем устанавливать NVChat версии 2.5. Сразу скажу, что у меня текущая полностью пустая версия Neovim 0.10. Если у вас еще не стоит Neovim, то я рекомендую это сделать с помощью Homebrew. Homebrew – это пакетный менеджер для macOS и Linux, который позволяет удобно устанавливать и обновлять программное обеспечение. После этого в Nvim вы увидите версию текущей 0.10, который, кстати, ничего не ломает, можете спокойно пользоваться. И при этом у меня также установлена рядом конфигурация и полная моего текущего Nvim. Если, кстати, хотите видео по поводу того, как иметь сразу несколько конфигураций на Nvim, и их легко использовать, напишите в комментариях, я могу сделать. Итак, заходим в конфиг, убеждаемся, что у нас нет папки Nvim, у меня все упаковано в другие папки, соответственно, NVChat отдельная сборочка, Nvim и прочее. Для того, чтобы установить, переходим в NvChat, в Install, и после того, как мы выбираем нашу операционную систему, Linux или Windows, если Windows, то у вас есть выбор использовать CMD или PowerShell, в случае Linux и Mac это одна команда, мы с вами копируем все необходимое. Что делается в данной команде? Он берет стартовую конфигурацию NvChat, которую мы потом с вами будем модифицировать, клонирует ее в папочку config.nvim и после этого запускает команду nvim, которая сейчас до этого открывала просто пустой Vim. Итак, делаем это, и на текущий момент у меня даже не будет ничего устанавливаться, потому что рядом стоит текущая сборочка на Vim, поэтому, в принципе, все текущие плагины, которые у нас есть, они уже установлены. Если у вас это совершенно чистая установка, то у вас будет какое-то время устанавливаться все необходимые плагины. Теперь второе, что нам нужно сделать, это сделать Mason Install All для того, чтобы установить все необходимые LSP. В данном случае у меня они снова все установлены по причине того, что рядом стоит такая же конфигурация Nvim, но можно их обновить. Lazy отличается за установку плагинов, Mason для установки LSP, DUB, линтеров и форматеров. Теперь мы имеем простейшую конфигурацию, в которой мы можем уже что-то делать, но пока это не полноценная IDE, потому что в ней не хватает множества функций. На текущий момент он неплохо редактирует разве что Lua и, собственно говоря, показывает все необходимые импорты, плагины и прочее, но работает только с Lua. А мы все-таки хотим с вами работать с Go и с TypeScript. Поэтому перейдем к конфигурации. Теперь вторым шагом нам необходимо эту сборку настроить под себя. Что важно, она идет по умолчанию с репозиторием, то есть мы его клонировали из репозитория. И так как теперь конфигурация NVChat это, по сути, один репозиторий, который вы можете сами кастомизировать, и обновление теперь происходит не через репозитории, вам необходимо удалить текущую папку git, которая у вас будет по умолчанию после клонирования. И создать новую через git init. Теперь вы получаете ваш собственный репозиторий, который вы можете отправить на GitHub, скачать на другом компьютере, и у вас все будет работать так же. Также хочу сказать, что перед тем, как двигаться дальше, нам необходимо договориться о том, что наш терминал, во-первых, поддерживает правильное отображение цветов, соответственно, 256 color, и второе, что у вас установлен шрифт, который поддерживает иконки, а это означает, что это nerd font, любой, в моем случае, это JetBrains Mono, вам необходимо его конфигурировать. В моем случае это Alacrity, поэтому мы можем с вами открыть конфиг Alacrity, и, соответственно, Alacrity tool, и посмотреть, что у меня стоит extern 256 color и normal family JetBrains nerd font. Все, это все две конфигурации, которые вам нужно будет. Если у вас не установлен nerd font, то, пожалуйста, его скачайте. Окей, после того, как мы договорились по терминалу, давайте движемся к конфигурации. Открываем наш текущий конфиг и посмотрим на то, что здесь располагается. NetLua модифицировать вам больше всего не нужно будет. Это некоторая начальная установка, которая устанавливает нам Lazy, если она у нас не стоит, и в случае, если постовок Lazy установлен, устанавливает, собственно говоря, NVChat, NVChat. То есть на текущий момент у нас распространятся все плагины, которые идут вместе с NVChat, просто отдельным плагином, который вы можете установить, чисто теоретически вы можете это даже сделать с нуля на своей собственной сборке. Используется версия Branch 2.5, и в остальном это базовые какие-то вещи, где мы получаем, соответственно, require mapping и подключаем все остальные файлы. Внутри есть папочка Lua, и ее мы, собственно говоря, с вами будем модифицировать. Ну, начнем, например, с option, для того, чтобы добавить здесь свои какие-то опции. Если мы, например, хотим другое отображение символов. У меня есть некоторый стандарт, которым я обычно придерживаюсь, поэтому мы с вами выделим, вставим, и здесь я обозначаю, что в случае ошибки отображаю такое, в случае ворна такой, в случае hint, кстати, он будет поменять, он почему-то здесь не отобразился, и в случае, если у нас информация, то показывается вот такая иконка. Снова это иконки nerd font, поэтому вам необходимо, чтобы он был установлен. Ну, и после этого берем все эти иконки, которые у нас присутствуют для каждого из типов, добавляем его в качестве diagnostic sign. Если у нас будут какие-то ошибки, мы получим теперь красивое боковое отображение. Второе, перейдем к маппингу, чтобы правильно настроить все наши переходы. На самом деле структура маппинга крайне проста. В рамках мапа мы сначала указываем наш режим, например, n – это normal, i – это режим insert, когда мы с вами находимся в редактировании, v – visual, ну и так далее. Например, terminal – тоже есть термин, режим. Дальше наименование какой-то из кнопок. В данном случае замаплена точка запятой на твоеточие. А в случае нажатия j и k будет вызываться escape. Я обычно люблю вызывать j и j, поэтому давайте сохраним, выйдем. Выйдем из nvim, заново запустим. И теперь, когда я буду, например, заходить в режим редактирования, двойное нажатие j будет меня из него выводить. Здесь вы можете настроить все совершенно необходимые для работы клавиши. Мы с вами к ним перейдем чуть-чуть дальше по причине того, что для работы части этих клавиш понадобится установка плагинов. Поэтому движемся дальше. Вторым файлом, который мы с вами будем редактировать, это будет chat.rc, точнее, уже даже третьим файлом. В chat.rc мы можем задать нашу текущую тему, дополнительно оверайдить цвета написания, если нам необходимо, и добавлять какие-то конфигурации. Например, текущий статус line, как он будет отображаться, nvdash, будет ли он на стартапе или нет, и прочие вещи. Снова, для того, чтобы сэкономить ваше время, я выделю это все, shift-v, shift-g, и вставлю свою конфигурацию. А теперь мы по ней пройдемся. Итак, у нас есть некоторое m, для которых мы выставляем параметр ui. Тема, kanagawa, transparency, true, то есть он будет прозрачным отображения на обеима, status line, vs-code colored, он отображается не вот такими боковыми линиями, а вертикальными. nvdash – это стандартный дэшборд, который отображается при старте true, и у нее есть хеддер, мы можем здесь ставить любые символы, в нашем случае я ввел просто purple. И дополнительно hl-override, для того, чтобы комменты у нас были italic, div-change у нас соответствующего цвета, который мне привычен, div-add и div-remove – тоже цвет. На примере этого вы можете видеть, как мы можем переназвать все необходимые цвета и использовать их уже в нашей конфигурации. Все возможные варианты присутствуют в документации, поэтому вы можете, если хотите, какой-то цвет переопределить, для этого достаточно просто зайти в документацию. Снова сохраняю, и теперь у меня автоматически все применится. Если я выйду и нажму nvim, я увижу теперь стандартный дэшборд входа. Кстати, боковая панель открывается клавишами пробел E, перемещение влево и вправо осуществляется через control и соответствующее направление, что является сейчас более-менее стандартным в большинстве сборок. Форматирование, кстати, теперь идет из коробки и настраивается в conform.lua в папочке конфигурации. По умолчанию он имеет только параметры, которые касаются style.lua, но мы с вами без проблем можем это исправить. Для этого выделяем все необходимое и добавляем, что помимо style.lua нам необходим CSS, который будет форматироваться притером, HTML, который будет форматироваться притером, и, соответственно, TypeScript, JavaScript и JSX-овские файлы, которые будут тоже форматироваться притер. Для этого притер, конечно же, должен быть установлен. И чтобы сразу же получить форматирование в onSafe, нам необходимо раскомментировать строки ниже. Раскомментирование достигается путем нажатия leader, в данном случае это пробел, и, соответственно, slash для того, чтобы раскомментировать или закомментировать. Кстати, когда мы, например, с вами ломаем код, мы теперь видим слева наши знаки, которые мы настроили. Окей, форматирование у нас готово, движемся теперь к следующим конфигам. Обратимся к секции плагинов. Они располагаются в plugins init, в котором сейчас по умолчанию просто присутствует один из плагинов conform, который мы, собственно, с вами настраивали. Конечно, для того, чтобы нам было еще автоматическое сохранение, нам нужно еще и event pre-write, который будет активировать данный плагин. Вообще плагины крайне просто настраиваются. Сначала наименование, это наименование организации в GitHub и самого репозитория. Event, при котором нам необходимо этот плагин запустить. В данном случае это при записи любого буфера. И дальше дополнительно конфиг, который на текущий момент импортируется in isConfig.conform. Вообще, моя рекомендация, когда вы устанавливаете какие-то плагины и вам нужно дополнительную конфигурацию произвести внутри, то лучше всего создавать файл config. В этом файле config, так же, как, например, было сделано в conform, вы вызываете setup с необходимой конфигурацией и дальше рекуарите этот файл внутри ваших плагинов. Ну, давайте, для примера, посмотрим, какие плагины я использую для работы. Во-первых, первый плагинчик, который мы с вами будем использовать, это Vim T-Max Navigator. Навигатор, который позволяет нам навигировать легко между Nvim и вкладками T-Max. Дальше есть плагин Dressing, который позволяет красиво делать различные... Давайте мы сейчас перезапустим это. Например, эдиты. Вот здесь, когда нажимаю R, теперь вместо того, чтобы появиться внизу, у меня отображается то, что я хочу переименовать, напрямую в том месте, где я это переименовываю. За это отвечает как раз плагин Dressing. Vim T-Max Navigator. Это мы с вами отформатировали. Видите, когда мы теперь сохраняем, у нас автоматически все форматируется. Дальше нужно включить LSP-конфигурацию. В принципе, здесь уже пример готового LSP-конфигурации есть, поэтому достаточно снова раскомментировать эти строки, и мы с вами получаем конфигурацию. Nvim LSP, который у нас будет рекуарить, Nvichat-конфиг LSP-дефолтный, и LSP-конфиг, который нам необходимо будет сейчас настроить. Поэтому давайте донастроим плагин, и после этого перейдем к настройке LSP. Следующим плагином, который я обычно пользуюсь, это Mason, Mason, потому что, ну, Mason на самом деле здесь стоит, но мы можем дополнительно прописать ему какие-то конфигурации, которые нам и хотим. Например, мы хотим, чтобы по умолчанию, когда мы с вами устанавливаем, там делаем Mason install all, у нас по умолчанию устанавливалось необходимый Lua, HTML, LSP, CSS, LSP, Priter, ESLint, Coil SP, который нам нужно будет для работы с Go, и дополнительно дебаггер JS и TypeScript Language Server. Теперь, после того, как мы это с вами сделали, достаточно перезайти и сделать Mason install all, после того, у нас будет установлено все, что необходимо. Так как у меня уже все установлено для второй конфигурации, здесь ничего сейчас не произойдет. Движемся дальше. После того, как мы наконфигурируем Mason, здесь мы просто передаем дополнительные опции, мы можем с вами конфигурировать и 3-ситр. 3-ситр отвечает за подсветку синтексиса. 3-ситр, на самом деле, здесь тоже присутствует в примерах конфигурации, поэтому вы можете их отсюда взять. Кстати, моя конфигурация будет доступна на GitHub, если вы хотите полностью копию моей конфигурации, то достаточно будет скачать ее. И снова Nvim 3-ситр устанавливает подсветку синтексиса для Vim, Loa, Vim, Doc, HTML, CSS, TypeScript, JavaScript и Go, потому что мы с вами собираем все-таки для работы с TypeScript, JavaScript и Go. Дальше. Что нам необходимо, чтобы у нас был полностью работал текущая подсветка линтинга, то есть сейчас у нас работает конформа, который форматирует, но не работает линтинг. Поэтому необходимо установить дополнительный плагинчик, который называется Nvim Lint. И нужно, так как я уже сказал, отдельно создавать файли конфигурации, мы с вами в конфиг, вот здесь, должны создать новый файл. Lint.loa, в котором будет содержаться эта конфигурация. Если у вас на текущий момент ее не присутствует, то, соответственно, нужно будет добавить. Мы с вами к линтингу перейдем чуть-чуть дальше. Окей. Давайте тогда перейдем дальше к плагинам. И дальше, после того, как мы сделали, соответственно, базовую установку Nvim Lint, можно добавить автотек, который будет закрывать наш открывающийся и закрывающийся тек Nvim TS автотек. Здесь можно не выносить, так как очень короткая строка сетапа, просто можно зареквайрировать его и вызвать сетап без дополнительных параметров. Что еще из полезных? Дополнительно можно поставить плагины для тестирования, отладки. У меня есть отдельное видео, которое позволяет это сделать и показать, как это работает. Поэтому, если вы хотите погрузиться в отладку, установку зависимости и прочие вещи, то, конечно, я рекомендую дополнительно посмотреть это видео. У меня есть несколько видео про плагины. Они будут как в подсказке, так и внизу в описании. Дальше, для быстрого перемещения я предпочитаю плагин Lib, который позволяет по клавише S быстро перемещаться. Например, если мы сейчас с вами перейдем в Lua Plugins Init, я нажму S, после этого буду вводить, например, Require. В данном случае он не замаппился, потому что нет еще наших маппингов. Окей, когда я добавим маппинги, покажу, как он работает. Или я просто его не сохранил. Да, я просто, похоже, его не сохранил. Давайте я его добавлю. Еще раз сохраним, выйдем. Выйдем. Вот. Теперь у нас должно быть в дефолтной конфигурации он работать S. И, например, BuBuffer или SLS. Он показывает возможные совпадения по двум буквам. И дальше мне нужно достаточно нажать третью букву. Например, если я хочу перейти к строке 26, я нажимаю F и оказываюсь там. Это плагинчик Leap. Дальше все остальные плагины уже на ваше усмотрение. Например, я использую Envim Trouble для того, чтобы удобно показывать ошибки, которые возникают с помощью специального геймбайдинга. Туду-комменты для того, чтобы отображать туду-комментарии в рамках поиска и прочее. На самом деле все биндинги, которые на текущий момент присутствуют в Envichat, они совпадают с тем, что я делал и разбирал в отдельном видео по Envim. Поэтому я его тоже приложу. Если будет интересна установка всех этих плагинов, конфигурации и различные действия, как, например, быстро найти файл, как найти быстро какой-то текст, то это все описывается в отдельном видео. Ну и, соответственно, часто я использую плагинчик Codium, который позволяет нам после того, как мы его установим, дополнять, делать автокомплит нашего кода. Итак, что нам осталось? Нам осталось добавить необходимые маппинги и деконфигурировать конфиг. Для работы линтинга мы переходим с вами в файлик Lint и добавляем базовую конфигурацию. Вы можете добавить для разных языков различную конфигурацию, для, соответственно, JavaScript, ESLint-D, для GOS и совершенно другую. Вот пример, когда мы с вами JavaScript и TypeScript добавляем ESLint-D. ESLint-D это ESLint, запускающийся демоном, который чуть-чуть быстрее, чем обычный ESLint для удобства работы. Ну и чтобы наша LSP поддерживала не только HTML и CSS, нам необходимо здесь добавить несколько опций. Во-первых, это TS-сервер, а во-вторых, так как мы с вами хотим писать на Go, мы, соответственно, должны добавить GoLSP. Точнее, GoPLS она, по-моему, называется. Вот таким образом. Все, теперь у нас нормальная работа LSP настроена. Ну и последнее, давайте добавим теперь маппинги, которые у меня на самом деле достаточно много, но поэтому я возьму и вставлю все текущие для навигации T-Max, для того, чтобы показывать Trouble, для отладки, для работы с Git. Снова работу с Git я здесь сейчас освещать не буду, потому что есть отдельное видео про плагины, есть про предыдущие навечатки, я об этом рассказываю. Важно, здесь мы маппим все необходимые конфигурации, либо как, соответственно, map, если нам необходим какую-то конкретную команду, либо, если вы хотите выполнить именно Lua функции, то здесь, третьим параметром, вы должны передать именно функцию, в которой будет запись на запуск, например, NeoTasteran и прочего. Все, на этом базовая конфигурация готова. Теперь эту конфигурацию вы можете залить спокойно на Git, склонировать ее на другом компьютере, сделать Lazy Install и Mason Install, и у вас будет полностью рабочее окружение. Но давайте посмотрим, как это работает теперь с различным типом проектов. Начнем с проекта Гуланга. В данном случае мы берем какой-то пакетик, например, у нас там есть база данных, и после того, как мы зашли, у нас сразу же сработал GoLSP, и теперь мы можем взять там типа DB точка, и нам подсветит, покажет все необходимые методы, которые присутствуют у DB. Подсветка ошибок, в случае, если они присутствуют. Автоматический импорт, если мы, например, используем FMT, Enter, у нас все отрабатывает. Ну, давайте сделаем PrintLine. Также, если, например, мы удалили, у нас есть неиспользованный метод, мы можем сделать быстрый QuickAction. Пробел лидер, в данном случае CA, и OrganizeImport с помощью GoLXP. Теперь все импорты ненужные будут удалены, можем сохранить. Сохранение у меня делается на лидер V. Поддержка подсветки синтаксиса, например, Tommel конфигурация тоже работает из коробки. Ну, и, соответственно, GoMod, GoSum здесь особо подсветки нет, но она и не нужна. Ну, и к тому же подсветка Markdown можно установить дополнительно, если вы им пользуетесь. Собственно, для полноценной работы с Гулангом все более чем сконфигурировано. Логично работают и фронтовые проекты. Если мы с вами откроем этот проект, в данном случае это реакторский проект, и откроем какой-нибудь, я не знаю, Rhoades, то после того, как у нас стартанет, как описано ниже, LSP TypeScript, а мы с вами получим быстрый переход к Definition, переход к необходимой страничке, подсветка синтаксиса, автозакрывающиеся и открывающиеся теги и прочие вещи. При этом мы можем быстро запустить терминал горизонтальный, вертикальный, ну и, соответственно, получаем полнофункциональную IDE, которую мы можем писать как frontend, так и backend. При этом она легковесная и может быть легко портирована на любой ПК. Я надеюсь, это видео было полезным, потому что меня очень много в комментариях просили сделать обновление. Ну и, конечно, не забывайте подписываться, ставьте лайки, а если вы не видели предыдущие новости веб-разработки, то здесь где-то будет подсказка.